МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпуск телепередачи осуществлен в рамках реализации проекта «Территории партнерства» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно я скажу несколько слов? Пожалуйста, скажите. Вы знаете, когда я сегодня собиралась сюда, я думала, что это очередной исключительный предприятие. Вот здесь собрались специалисты в каждой своей области. Вы сказали о многих вопросах, которые волнуют не только вас, но и нас, родителей осужденных, и самих осужденных. Вот я в первую очередь хочу сказать спасибо сотрудникам 28-й колонии, женской колонии, в которой находится сейчас моя дочь. К сожалению, так получилось, что она бывает второй срок наказания. Для меня это боль. Для нее сначала это не было больно. Вот сейчас только она начинает понимать, как это тяжело матери знать, что ее ребенок находится в местах не столь отдаленных. В то время, когда она попала туда, она забыла о том, что она женщина. Долго еще придется в ней ее пробуждать, напоминать о том, что она не только женщина, она еще дочь, она мать, она хранительница очага. Я хочу сказать спасибо сотрудникам колонии, что она у них сейчас работает. Это уже путь к исправлению. За то, что она учится, получила специальность. Это большой путь к исправлению. За то, что она может заниматься любимым своим делом. Она рисует, она разукрашивает. За это спасибо. Спасибо за вашу трудную, неблагодарную, но нужную работу. Спасибо всем, кто собрался за этим столом и поднял те насущные вопросы, которые волнуют и нас тоже. Спасибо вам, и мистер Патруль. 12 лет подряд в самых разных уголках России, в исправительных колониях, открывались реабилитационные центры для женщин, которые готовятся выйти на свободу. После долгих лет заключения они начнут жить среди нас. Для того, чтобы мы с вами даже не почувствовали какой-то опасности при общении с ними или дискомфорта, в местах лишения свободы ведется огромная, невидимая, многим неблагодарная подчас работа. Сначала, например, был скепсис полностью во всей колонии, что после открытия, когда все приедут, откроют, разъедутся, эти, или-то, или-то, или, как говорится, он пойдет, или, грубо говоря, ко мне в кабинет, или к сотруднику, все подойдет. Или мы заходим просто на ключ, и мы не будем никого туда пускать. Нет, когда они поняли, что эти помещения действительно созданы для них, все эти условия созданы для них, они могут им свободно достаточно пользоваться. И многие даже, те, кто никогда в жизни этим не занимался спортом, у них есть время, не так много свободно, потому что все, безусловно, трудятся, но тем не менее начинают пользоваться беговыми дорожками, они действительно читают книги. И вот за эти два с половиной года, в первую очередь, я еще повторюсь, очень сильно поменялся менталитет этих женщин. Понимаете, там не я не буду жить, иначе я никого не буду жить. Не Мария Валена Канада, там будут осуждены, которые находятся в нашей колонии. И они, когда это делали, они это понимали. Там все, практически, ремонтные работы были проведены руками самих осужденных. И они это делали с удовольствием. Женщины, да, молодейшие, которые, они красили, они делали, они даже с парочной работы проводили. Они понимали прекрасно, что это делали для себя. Здесь ранее был первый отряд хозяйственной обслуги. Я и жила в этом отряде. И с самого начала ремонта и до конца мы все делали. Все, что могли, у кого на что хватало. Рук, фантазии, знаний. Все помогали, все вместе. Администрация с нами работала, и мы все вместе работали здесь. Я заканчивала здесь ПТУ-117. Это мастер отделочных работ. И мы сами, у нас как практика практически была, сами стены делали, сами красили, сами собирали. Все, что могли, мы помогали. Ну, вместе с сотрудниками, конечно. Ну, все практически своими руками. Известку подносила, краску относила, кисточки мыла. Мыла, вообще полики мыла. Ну, чем могла, сеть, вымогала. Ценить начинаешь. Мы же не каждый ценят там чужой труд. А вот когда сама что-то делаешь, это, естественно, ценить начинаешь, дорожить этим, присматривать за этим. Эти съемки сделаны в начале ноября этого года на открытии реабилитационного центра в исправительной колонии номер 28 Самарской области. Он стал четвертым заключительным центром, который был создан в рамках проекта «Территория партнерства», реализуемого в 2018 году Межрегиональным фондом помощи заключенным. Средства на этот проект были выделены фондом президентских грантов на развитие гражданского общества. Он был двадцатым по счету открытым в исправительных учреждениях для осужденных женщин и несовершеннолетних правонарушителей за период деятельности некоммерческой организации, возглавляемой Марией Канабих. Поэтому в этот раз сюда приехали не только члены общественной и наблюдательной комиссии, но и представители восьми аналогичных реабилитационных центров с ближайших регионов, чтобы поделиться своим опытом, найти решение при обсуждении проблемных вопросов. Я надеюсь, что это все сделано не зря. Это сделано не зря и это принесет в обязательном порядке. Что это даст опыт? У нас такова уже два года, третий год уже существует. Два с половиной. Два с половиной. Из всех освободившихся, через это ни один не вернулся. Все закрепились на собой. Я этому рад. У нас немножко все скромнее, потому что это, наверное, связано с тем, что наш центр был один, первый, который открылся, центр Аврора. Конечно, в этом центре женщины стараются возвращаться домой, вести закон о послушном образе жизни, так как там находятся женщины, которые бывают показаниями влевченных условиях содержания, повторюсь, и все-таки без взысканий, которые нацелены уйти домой раньше. Статистика вещь такая, там каждая из нас своя деятельница привязана к этому, а против нее, как говорится, не пойдешь. И вот Рамеш Иванович правильно сказал, что результатом более чем двухлетней деятельности первого центра Аврора является то, что еще не одна из заслуженных. Да, это первоход, да, там больше возможностей для работы психологов, чтобы сломить его как-то сознание и воспрепятствовать возможности совершить еще одно преступление. Конечно, здесь немножко будет в 28-й колонии посложнее, но тем не менее, результат есть, эффективность налицо, опыт исключительно положительный. Открыть центр оказалось делом самым простым. Наполнить его смыслом, людьми, задача посложнее. Будем проводить кастинг. Будет кастинг. Вот как на хорошем конкурсе красоты. Потому что условия, конечно, здесь созданы практически, я считаю, на мой взгляд, на сегодняшний день идеальные. Пусть стремятся. Пусть стремятся сюда и все. Здесь двери открыты. Скажем так, у каждого есть шанс сюда попасть. Абсолютно. Абсолютно все равны в этом плане. С момента прибытия в учреждение. Другой вопрос, что если они в период отбывания наказания совершают какие-то нарушения правил внутреннего распорядка, соответственно, они немножко отходят в сторону от этих дверей. Приказом начальника учреждения создана комиссия по отбору женщин осужденных для проживания в реабилитационном центре «Аврора». На ближайшей комиссии мы рассмотрели кандидатуры, которые будут проживать в нашем центре. Это 16 женщин осужденных. Их отбор производился по следующим критериям. Положительно характеризуется. Не имеют действующих взысканий. Добросовестно относятся к труду, обучению. Принимают активное участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях. Признали вину в совершенном преступлении. Искренне раскаялись в содеянном. Вот вроде те же люди, они попали сюда, знаете, больше тепла, что ли, в глаза. Понимаете, вот эта домашняя атмосфера, тем более их еще здесь меньше, понимаете, они здесь не общаются, они открываются друг к другу. Где-то, знаете, вечером села на кухне, посекретничала, посплетничала. Не то, что посекретничала, ты душу излила, и тебе теплее и проще становится. Мне кажется, обязательно нужно везде такие центры. Это дает человеку почувствовать себя в домашней обстановке. Там тумбочка твоя. Ты свободно можешь на кресле посмотреть, посидеть, отдохнуть, телевизор посмотреть. Более удобства такие, усовершенствования. Не такое, что общее. На облегченных условиях содержания, конечно, все это ощутимо. Все твое, как дома. Будучи здесь, у них есть и время, и, самое главное, возможность что-то приготовить, пойти позаниматься каким-то спортом, подумать уже в тишине. То есть не в таком большом отряде, где 30-60 человек, а где небольшое количество народу. Им это в любом случае идет на пользу. Поделиться какими-то мыслями. Естественно, с ними здесь и больше работают специалисты. Больше внимания им уделяется и лучшие условия. Здесь, в этом центре, я считаю, будет происходить процесс, ну, слово такое, одомашнивание ихнего. А вот, это все домашние условия. То есть им уже, выйдя на волю, захочется и жить-то в таких же условиях. Главным системообразующим фактором, это было научно доказано, является фактор пенсионной изоляции. То есть, о чем идет речь? Будучи на воле, любой человек, значит, есть так называемое переперсональное пространство. Пространство вытянутого. Вот любой посторонний человек, который вырывается в это пространство, чужой, на неосознаваемом уровне, человек воспринимает как агрессию. В исправительном учреждении, а реально, вот если мы берем обычное учреждение, вот этого баланса, он резко нарушен. Любой может ворваться в свое переперсональное пространство, и сотрудники, и осужденные. И у них возникает, было доказано, социальный, не просто психологический, а у всех осужденных социальный дистресс. Они хотят уединиться. Реабилитационный центр, как стимул, отлично работает. Но есть и другое мнение. Изначально, да, мы тоже достаточно формально, я считаю, это неслистый, к этому моменту, и заселяли в этот же центр исключительно положительный судебный, который, в принципе, уже целенаправленно стремился к свободе, который четко рассчитывал на условно-досрочное освобождение, либо изменение в виде режима на более легкие доложные поселения или справа работа. Но в последующем, постепенно, разница мы изменили, мы встали туда достаточно интересных людей, уже не таких однозначных, на которых не все так благополучно. Больше скажу, в последнее время у осужденных в этом отряде, в этом центре, знаете, больше напоминает не отряд, а коммун. Эти люди, которые там находятся, у них общий интерес есть, у них общая ментальность появилась. То есть, это даже по процессу не столько благодаря нам, там действительно у нас так же работает. Начинка отряда, который исключительно за этим центром скреплен. Там есть психолог, который постоянно работает. К нам приезжают в управление психологи тоже в первую очередь с удовольствием приходят работать там с этим осужденным. Нет, у них своя вот эта вот ситуация, вот в первую очередь, я считаю, все равно быть сыграл очень большой уровень. Сами сотрудники меняются уже, обращаясь и работая с этими осужденными, они сами, у них меньше тюрьмы, вот как это звучит, может парадоксально. Независимо от того, каким путем попадают в центры женщины, сама работа с ними внутри учреждения будет такой. Обязательная психологическая помощь, занятия социальными работниками, которые готовят осужденных к жизни на свободе. Но во многих колониях этим не ограничились и пошли дальше. Удивительно, насколько дальше можно шагнуть в замкнутом пространстве. Судите сами. На территории нескольких учреждений посадили плодовые, ландшафтные сады. Уже выращиваем и свои клубники, обеспечиваем полностью наши дома-ребенки. Уже в этом году собрали первое урожай яблоки, груши. То есть, мы и витаминизируем, и с другой стороны, мы наших людей, которые находятся на местах решили свободы, приезжаем к тому, что можно, извините меня, с земли матушки взять плоды, можно ими обеспечить себя и, возможно, даже заработать. То есть, вот это как раз та тема, о которой Николай Владимирович сказал, что нужно перебороть вот это вот то ли потребительское, а может быть, это не потребительское, а может быть, это скорее, извиняюсь за какое-то слово, халявное отношение к жизни. Как положительный опыт нашего региона можно отметить, что на основании статьи 97-й части 1-й мы предоставляем осужденным, которые находятся в облигационном центре, краткосрочные выезда для трудового бытового устройства. То есть, на крупные предприятия Волгоградской области в этом году мы выезжали на хлебозавод волжский, где осужденно ознакомились с производством, с технологией выпечки хлеба, производства тортов и так далее. Узнали, какие есть профессии, должностя, какое надо образование иметь, чтобы трудоустроиться при освобождении на данный завод, после чего совместно с работниками они испекли торт и чаепитие у них было такое. После этого осужденные у нас ездили в центр занятости населения города Лурского, где работники центра занятости провели также мастер-класс для них, ознакомились с ярмаркой вакансий на территории Волгоградской области. Наша колония репетляционный центр открыт два года назад, но кроме того у нас действует еще благотворительный фонд прикосновения к жизни, который, выиграв грант, правительство России организовали там три группы обучения, это ногтевой сервис, парикмахер и делопроизводитель. Обучение заканчивается принятием экзаменов и выдачей соответствующих документов. То есть эти осужденные уже дипломированные специалисты выходят на свободу со специальностью, которая востребована в настоящее время. Когда мы давали образование, даем дистанционное образование, у них изменяется сразу что? Первое, статус. Он же не просто осужденный, а он студент. Затем меняется распорядок. Какое-то время они работают с компьютером и проводят обучение. Возникает у них порта виртуальной свободы. И мы эти наблюдения делали не только с ними, но осуществляли и с сотрудниками, и с преподавателями, и с компьютерами, которые там были. У них изменяется лицо. Образование не только влияет на ресоциализацию, оно еще увеличивает срок жизни людей. Вот сейчас это научный факт. В частности, в России высшее образование продляет жизнь граждан на 10 лет. Совместно с КБ Искра, это из Красноярска достаточно мощное КБ, задумали проект Ариадноплюсом, мы его назвали. Это обеспечение закрытого канала связи через интернет к образовательным ресурсам. Это значит, что осужденные в колонии уже могут абсолютно свободно иметь доступ к любым библиотекам электронным, ко всем образовательным контентам и так далее. и кроме этого намного облегчается возможность сдачи государственных экзаменов. Для этого уже не нужно будет этапировать осужденных для сдачи госэкзаменов. Если после всего увиденного у вас все равно возникает вопрос, для чего столько усилий, услышьте статистику. сегодня в России почти 68 женских колоний, в которых отбывает примерно 40 тысяч женщин. 10 тысяч еще находятся под следственным следственным изолятором. Но самое главное, что из этих с этого количества одна треть, а точнее будем говорить 29 колоний женских для тех, кто совершал неоднократные преступления. они будут жить среди нас. С кем-то может в магазине выведите, с кем-то в автобусе выведите, с кем-то просто по-другому нас, как уникли выведите. Они будут жить среди просто. Они тоже выведите, они человек. За этими цифрами живые люди. Не важно какого ты возраста, какого ты был ранее статуса, здесь у нас статус всех один. все было на мне, на одной. Поэтому я думала, как вырастить своих детей. Пошла вот таким путем. Хотелось, чтобы у них было все. У меня очень большой промежуток между судимостями, порядка 11 лет. так вот сложилось, хотя сама никогда не думала, не предполагала. Я сижу по теме черных риэлторов. То есть мошенничество. Но об этом очень тяжело говорить. Сейчас начнутся эмоции, слезы. Самое тяжелое это было это было то, что ушли мои родители. Я не смогла быть рядом. Так вышло, так получилось. Я виновата просто в том, что не с теми людьми немножко общалась, вот и все. У меня родители, например, мне было 4 года, у меня родители начали употреблять наркотики. Я матери жизни слова до одного не сказала. Осознание того, что я изменилась, что-то изменилось в моей жизни. Я могу сказать, что до первого моего срока и был такой грех, я распространяла наркотики. И понимаете, конечно, уровень жизни один. Потому что я себе ни в чем дорогой не отказывала. Вообще. И отсидев первый срок, я поняла, что просто, как действительно оно сказано, каждый наркоторговец находит в себе оправдание. Я же их не заставляю, я же им не навязываю. И я, в принципе, поняла, что я здесь, то есть я, понимаете, как, я смиренно принимала это наказание, не наказание, урок. И я поняла, за что мне это, это вот за слезы матерей, жжет, то, чем я занималась. Когда я приехала сюда, мы были в карантине, вот Татьяна Вилянская была гневальной. И, понимаете, у меня было такое психологическое состояние, вот это, утро расставание с близкими, вот это все. И Татьяна шила кукла. Я посмотрела, что она, знаете, своего рода абстрагируешься в данной ситуации. Это положительные эмоции. Вот я сижу, и шью, шью, я никого не вижу, я ничего не вижу, это положительные эмоции. Я жалею о том, что меня сейчас нет рядом. Ну, тетушки, это самое дорогое, что ли, для меня есть. Ну, на данный момент им физически тяжело, понимаете, я по мере своей возможности, я физически, финансово, я им помогала. Ну, у нас скотина, вот. Ну, и плюс у меня собака. Она очень ждет. С ней даже работал зоопсихолог, когда меня посадили. Собака очень тяжело перенесла разлуку, потому что мы с ней не расставались никогда. За четыре с половиной года один раз только на сутки расставались. Вот, с ней там зоопсихолог, здесь со мной психолог. Вот они, да, действительно, так было, мне все тяжело удалось, но тем не менее, домой хочу. Это и работала я, и у меня папа больной был, онкология. Я не знаю даже, может быть, даже меня толкнуло к этому одиночество какое-то, я так думаю. Где больше платили, там я и работала, потому что тянула семью все на себе. Не ощутили, что мы потерять могли, понимаете, вот в этот срок я очень ощутила. У меня был ребенок маленький, четыре с половиной годик, вот нас с ним разлучили, он сейчас у меня в патронажной семье. И вот в этот срок я поняла такую боль, я испытала при разлучии с ним. Но это даже не рассказать, понимаете, вот я ощутила, что вот я попала сюда, я даже рада, я ценить начала, понимаете, разлука вот эту с ребенком, что его воспитываю сейчас не я, жалею, что родители, у меня папа умер, который нас воспитывал, троих детей, его хранили чужие люди. Даже в последний путь не проводила. То, что ребенок очень жалею, что у меня ребенок остался без меня. У вас у каждой даны три чистых листа, то есть они предполагают три отрезка жизни. Первый – это прошлое ваше. Я не понял, не хватило спать. Мне читали сказку 5, и тетушка приехала ко мне сюда, обе приехали на свиданку, и настолько дорогого стоит, вы знаете, она меня обняла, говорит, я тебя так люблю. Первый раз за 45 лет. Второй листок – это то, что сейчас. Мне захотелось почему-то природу писать. Природа, ну, здесь правда очень красивая природа. Вот у нас из окна, даже, когда смотришь, прямо великие горы, вот эти жигулевские такие леса, так красиво вообще. Где еще такие закаты, как неврождественные, да? Да, правда, красиво, очень. строящая решетка, которая держит меня. И последний листок у нас, естественно, является то, что нас ждет. Я очень люблю детей, хотела воспитателем быть. Пойду уборщицей в школу. Мне кажется, уже достигла того возраста, который отвечает за свои слова. Полностью мировоззрение поменялось, ценности жизни поменялись полностью. Вот с этой болью, с этой утратой, вот что папы не было, что чужие люди ему закрывали глаза, что вот сын так страдал. Они имеют на это право, они также люди. Понятно, что они оступились, ну, не один раз, как осужденные, которые первоходы, они оступились там некоторые два и три раза. Но надо брать не в купе всех вместе осужденных, сколько-то тысяч, например, по России, а каждого индивидуального человека. Когда он действительно выходит, и у него нет ничего, ему больше нечего делать, как ошибаться. Ему надо помочь, то есть протянуть руку, подсказать, что-то элементарное, чтобы он захотел больше не ошибаться. А если мы будем на них наплевательски относиться, мы будем от них отворачиваться, естественно, они будут продолжать жить так же. Они люди, так же они личности. В силу каких-то определенных обстоятельств, каждая из них оказавшаяся в такой ситуации, им нужна помощь. Я бывшая заключенная колонии 28-й. Хочу вам сказать вам спасибо за то, что вы три года назад поверили в меня. и, ну, правда, я отсидела почти шесть с половиной лет. Вот. Нервничай, простите. Знаете, эта исправительная колония, она реально меня исправила. Вот в декабре будет как три года, как я уже дома. Но хочу сказать, я не сталкивалась ни с трудностями этого мира, потому что, когда я пришла домой, мне сразу рассказали о реабилитационном центре независимости. Две недели я была дома. Но за эти две недели я увидела две стороны медали. То есть своих старых друзей, у которых ничего не изменилось, и тех людей, у которых изменились в жизни. Прошли, которые, ну, социальную адаптацию в реабилитационных центрах. То есть у них появились семьи, дети, ну, и, ну, то есть хороший социум жизни, все хорошо у них. Я прошла там социальную адаптацию в этом реабилитационном центре. Вот уже три года, да, как я дома. Я сама сейчас волонтерством занимаюсь после того, как вот, ну, сама спаслась, да, и, то есть, очень много, правда, ну, стараюсь охватывать людей, с кем непосредственно сама сидела в колонии, и есть плоды и результаты. В ближайшей перспективе сотрудники Межрегионального фонда помощи заключенным планируют совместно с ФСИН России обстоятельно проанализировать результаты деятельности созданных реабилитационных центров и выработать предложения по внесению дополнений в действующее законодательство, что позволит руководству исправительных учреждений иметь в структуре аналогичные центры на законном основании. Вы нам своими проектами очень помогает осуществлять свою деятельность. И мне хочется отметить, что те проекты, которые проходят у нас как по линии фондов президентских грантов, так и по другим линиям, они всегда приводят исключительно к тому, что у нас есть позитивная динамика. По первой авроле, которая открылась у нас в 15-й колонии, я хочу вам напомнить, позитивных возвращений нет ни одного. Ни одного. Давайте, девчата, постараемся, чтобы у нас и это учреждение дало точно такую же статистику. Продолжение следует...